Сергей, привет еще раз. Кейза, стаганка, позитивные вибрации. Сегодня у нас JBL Voyager. Новая колонка, пока тоже у нас, по-моему, не единственный экземпляр. Она имеет несколько уникальных, скажем так, особенностей, что делает и очень любопытным устройством, особенно скоро уже весна, не будем забывать. Многие будут ходить на пикники, но и сейчас покажем и расскажем, как и что здесь происходит. Что в ней сама необычное? В ней? Ну, сейчас достанем и покажем. Самое необычное здесь в том, что две колонки в одном. Да, эта колонка, раз. В ней еще дополнение есть. Большая колонка. Это сабвуфер. Так, но это я не знаю, это видишь, ты в курсе, а я пока еще не в курсе. Ну, тогда рассказывай. Значит, что это такое? Это портативная колонка. Так. Которую можно забирать с собой. Она работает по Bluetooth, она работает как спикерфон, то есть по ней можно общаться, разговаривать через нее. Вот. Это к ней сабвуфер. В то же самое время служит как завязка для этой маленькой колонки. То есть это, условно, основной блок? Да. Там он в целлофане, что ли, в каком-то? Ну, я думаю, мы можем все это содрать, чтобы оно не мешало, а то он как-то не мешало просто визуальному восприятию, потому что меня лично бесит целлофан. Он здесь вот, по-моему, тоже лезет, нет? Нет. Пленка какая-то. Здесь пленка, да. Ну, если тяжело отдирать, то оставь тогда. Ну, я много просто. Просто тяжело смотреть на вещи, которые вот этим обклеены, всем барахлом. Я понимаю, что хотели позаботиться о том, чтобы с корпусом ничего не случилось. Но нам такие заботы особо не важны, потому что надо показать вещь такой, какая она есть. Прозрачный корпус, довольно-таки неплохо сделан. Металл, да, насколько я понимаю, здесь есть? Да. Пластик, стекло. Обратите внимание, здесь есть микрофон и кнопка даже ответа на вызов. Джойстик сделан из резины такой приятной. Кнопки регулировки и громкости включения. Вот она, пожалуйста, начала работать. Здесь вот, соответственно, разъем microUSB для зарядки. Блок контактов, чтобы вставить ее вот сюда. Металл, качественный пластик прорезиненный. Здесь тоже есть резиновая такая поставка. Сейчас Сергей... О, блок питания такой же, вот сейчас как был. Мы снимали только что ролик про новую, новую колонку для компьютера. И там был такой же блок питания. Он, по-моему, с металлическим или, ну, я не знаю, это пластик. Пластиковый. Там был в алюминии. Там прям очень холодил руку. Хормон шпель, это одно и то же? Кстати, да, самый легкий способ, как... Это одна компания, да. Как вот многие там проверить материал того или иного гаджета или аксессуары. Ну, приложить к щеке. Если холодит, прям серьезно, значит металл. Если нет, просто даже с мороза его принесли, пластик очень быстро остывает, а металл нет. Изучаем сразу интерфейсы. То есть, у нас здесь есть, соответственно, питание, USB, от которого можно заряжать телефон. Да, это вот удобно. Вот. И AUX вход. То есть, внешнее устройство можно подключить через AUX кабель. Сзади низкочастотный там, соответственно, динамик. То есть, это действительно как сабвуфер штука. Вся работает. В DBL, что-то, я не знаю, видно, поменяли полностью состав разработчиков. Какой-то просто они делают космос. Ну что, проверим сначала маленькую? Давай. Подключай. Подключаем. Вот она, как вы можете слышать, находится сейчас в режиме сопряжения, о чем нам подсказывает звуковой сигнал. Устройство. Нет, здесь два динамика по 7,5 ватт. DBL Voyager. В принципе, должна она выдавать свои. Сейчас я ее подключу. Сама концепция понятна, да? То есть, у многих есть сейчас дома какие-то устройства, но здесь прям вот все два в одном. Все. Все подключено. Включаю музыку. Неплохо, да, маленькая колонка? Да. Эта вот маленькая играет, хочу обратить ваше внимание, только небольшая. А теперь давай мы ее вкрячем вот в это вот отверстие. Это не полная, это не полная громкость еще. Тут вот видите, световые есть индикаторы. Я только не знаю, но она сенсорная или нет? Нет, вот она. А, ну да. 15 ватт. Она сейчас почему-то не увеличивается до полного. А, ну да, нет. Хорошо играет. Отлично. Вот. И, соответственно, вот, что происходит. Вот так вот ее вниз вытащили, взяли с собой. Пожалуйста. Можно отвечать на звонки. Конференция, да, там, система шумоподавления. Вот я ее выключил. Да, вот я ее включил. Сейчас она снова подключится. Кнопка Bluetooth, соответственно, вот тут есть. В карман куртки даже можно положить. Да, абсолютно. Да, вот она уже подключилась. Заряжать можно здесь, у них micro USB порт, можно заряжать не только через эту полонку, а и отдельно. Ну вот, поехали дальше. То есть автоматическое подключение работает хорошо. Цена вопроса. Ты помнишь? Я не помню сколько там. 9500 RRC, да? 9500 RRC, да? Уже продается или еще пока нет? Уже, ну, как пишут, уже есть. У вас уже скоро тоже будет? Да, у нас скоро будет. На мой взгляд, крайне любопытное решение. Особенно, как вот я уже сказал, для весны. Взяли, потому что вот эту штуку поставили себе домой. Пожалуйста. Пожалуйста, там слушайте. Захотелось пойти куда-то, я не знаю, на пикник. Вот эту вытащили, пошли дальше. Нет, 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 нет. Здесь же сделано умно. Здесь надо просто вот вниз так вот нажать и взять ее с собой. Вот и все. Отлично. JBL Voyager. Новое слово в портативном аудио. Очень советуем вам всем обратить внимание. Сергей, спасибо. Пока. Самое слово. Сергей, спасибо, что руиняется открыТым. Истребашечка теплая при honeках. Продолжение следует...